Слоним Газ Несколько месяцев центр работал в тестовом режиме и получил от Слонимчан положительные оценки. На открытие приехал министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич и другие высокопоставленные руководители газовой отрасли. Сегодня открывает двери расчетно-информационный центр производственного управления Слоним Газ. Технически оснащенное, удобное здание в самом центре старинного города. И, к слову, это еще один сервисный центр Гродненской области. Слово предоставляется министру энергетики Республики Беларусь Каранкевичу Виктору Михайловичу. Главой государства на 6-м Всебелорусском народном собрании в основных направлениях развития, социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020-2020 год обозначено, что основная задача и цель – это повышение качества, повышение уровня жизни населения за счет создания более комфортных условий проживания, работы, самовыражения. И вот этот объект – это также определенный вклад в реализацию этой большой задачи. В этот торжественный день некоторые работники газовой отрасли были награждены. Руководитель ПУ «Слонимгаз» пояснил, какие услуги сможет оказать новый центр. Здесь возможно перезаключить договор на газоснабжение, на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования. В данном центре можно будет проконсультироваться по поводу газификации природным газом, по поводу установки и переустановки оборудования, систем внутреннего газоснабжения. Здесь можно будет сделать как заявки на перемонтажи, так и заявки на установку узлов учета. Взять от людей заявление на заключение договора инвестиций с передачей функций заказчика по проведению строительных, монтажных работ, проектных работ. Здесь можно будет заключить договор купли-продажи на сжиженный углеводородный газ. Также заключить договора на обслуживание индивидуальных газобаллонов установок. Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эту и много-много-много другое. После торжественного открытия министр энергетики дал небольшое интервью. У нас в целом с учетом ввода этого центра функционирует уже 28 информационных сервисных центров. И эта работа будет продолжена не только в 2021 году, но и в последующие периоды. В 2021 году еще таких будет введено 11 центров. И мы практически охватим все населенные пункты с численностью 40 тысяч человек и выше, с численностью проживания. В дальнейшем у нас уже работа будет проходить на районных и населенных пунктах, где численность меньше уже 40 тысяч. Но это будет системная работа в целом по всей республике. Основная задача у нас, которая стоит перед энергетикой, это снижение или повышение самостоятельности энергетической самостоятельности Республики Беларусь в зависимости от импортируемых топливно-энергетических ресурсов, увеличения использования местных видов топлива, эффективности использования энергоресурсов, ну и возможности увеличения электрической энергии как реальным сектором экономики, так и населением с учетом планируемого ввода белорусской атомной электростанции в эксплуатацию. И созданы все условия для того, чтобы это направление, то есть увеличение электропотребления развивалось. И для населения, в первую очередь для цели отопления горячего водоснабжения, так и реальным сектором в части модернизации действующих и водоновых производств. За 2020 год общий объем потребления электрической энергии на эти цели составил 89 миллионов киловатт-часов, больше 89 миллионов киловатт-часов. Это рост к уровню 2019 года в 7 раз. И вот это направление очень активно сейчас развивается. И много обращений граждан идет от уже перевода своего индивидуального жилья на использование электрической энергии для цели отопления по сравнению с другими видами энергоресурсов, в части твердотопленным оборудованием, которое сейчас во многих населенных пунктах используется. Мы видим, что это положительная динамика, и постоянно идет рост количества таких абонентов.